Куда их нахер поставить теперь? Куда их нахер теперь поставить? Пока играет музыка, подпишись на канал. Это офигенный способ. И колокольчик еще. Утро, день третий. И вот наши продукты на сегодняшний третий день. Сегодня у нас будет кокосовая рисовая молочная каша с ананасом либо персиком. По идее бисквит с яблоками, не знаю как он получится. Индюк. Такие пальчики индюка в орехах. Суп сквашенных, сквашенных огурцов. И лечу с колбасками, овощами плюс каша кускус. Всем привет! Сегодня продолжаем третий день нашей диеты, нашего правильного питания. Скажу наперед, что с сегодняшнего дня я буду делать не 2000, а 1800 калорий, потому что 2000 как-то многовато. Не знаю, будет ли от них и стол какой-то. Поэтому на 2000 идет нормально пятиразовое питание. Поэтому перехожу на 1800. В дальнейшем, если тоже будет нормально, возможно на полторы. Но думаю, вряд ли, потому что это будет как-то жестко, мне кажется. Итак, окей. Третий день. Сегодня нам понадобится вот такая силиконная формочка. Либо какие-то формочки, когда мы будем печь такие бисквитные кексики. И как обычно, в самом начале, включаем нашу духовку, чтобы она разогревалась, чтобы она была уже на готове. Сегодня такой день совпал, что готовится очень много разных блюд, которые не особо получится соединять. В плане того, что одно готовишь, второе там подготавливаешь. Но будем пробовать, будем экспериментировать. Поэтому погнали. Первое блюдо у нас будет то, что у нас на завтрак. Молочная каша с рисом и с кокосовой стружкой. Вот. Для этого берем, я уже приготовил себе все, сколько мне нужно. Молоко, рис, вода, сахар, кокосовая стружка, масло, наконец, сливочное. Включаем печку. Вливаем нашу воду. Ждем, пока она закипит. Рис перед этим нужно хорошо промыть. Поэтому моем рисок. Промыли рис. Накрываем крышкой. И ждем, пока закипит наша вода. Закипела наша вода. Бросаем туда наш рисок. Самое главное, не забывать о рисе и его помешивать. Сам рис будет готовиться минут, не знаю, 10-15. Ну, 10, наверное, может быть и мало. Но, опять же, малое количество, трудно угадать. Вот. Поэтому, и смотря еще какой рис. Я брал обычный, как это, долгозернистый. Вот, длиннозернистый, точнее. Поэтому, мешаем. А проверить, как он рис готов или не готов? Ну, все по стариночке. Просто берем, пробуем. Если хрустит, значит не готов. Если не хрустит, значит окей. И так, как сказал, периодически не забываем помешивать риск. Делаем меньше огонь. Чтобы не так быстро все выкипало. И сейчас мы подготовим наше тесто на бисквит. Надеюсь, он получится. Потому что в маленьких количествах я не знаю, как это делается. Как оно будет, не будет на одну порцию. Но я надеюсь, что силиконная форма нас спасет. Вот. Поэтому берем нужное количество яблока. Мне хватит пол яблока. Вот. Его чистим, режем. Дальше рубим, как нам удобно. Но это будут такие небольшие квадратики. Берем яичко в форму. Ой, в форму, говорю, в посудину. Вот. Разбиваем. Вообще, в идеале на бисквит белок отделять от желтка. И взбивать отдельно желток с сахаром. А белок просто белок. Вот. Но, так как у нас будет всего лишь одно яйцо, я думаю, с одним яйцом это уже мазохизм какой-то. А если одно яйцо делить по баллам, то это вообще будет жесть. Берем наше яйцо. Взбили. Добавляем туда сразу сахар. Перебиваем. Можно миксером. Можно, если у вас очумелые ручки, можно, конечно, руками. Музыка. 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 И вот уже наш рисок, наш рисок сварился. Водичка уже почти вся выкипела. Не пригорела. На счастье. Не знаю, как так получилось. Вот. И в него добавляем все остальное. Дальше молоко. Молоко. Перемешиваем. И сразу можем добавить все, что у нас было. Это кокосовая стружка и сахар. Вот. Можно прям сразу это все дело давать. Ждем, пока оно закипит. Немного молоко испарится. И в принципе все. Выключаем. Рис уже по сути готов. Добавим. В конце добавим еще просто сливочное масло. И наша рисовая, кокосовая. Нямка-нямка. Молочная из детства готова. Вот. Тем временем, пока варилась каша, взбивался наше яйцо сахаром. Получилась примерно вот такая консистенция. То есть, когда миксером крутишь, за ним остаются такие волны. Дальше к нашему взбитому яйцу и сахару добавляем муку. Опять же, в больших количествах это все делается через сито. Вот. И можем сразу туда, ага, добавляем еще лен. Ну, лен по желанию, в принципе. Там всякие полезные вещества в нем должны быть. Вот. И добавляем сразу наше яблочко. Все это дело перемешиваем рукой. Самое главное, делать это нежно и с любовью. Ну, или как получится. Окей, получилась вот такая жижа. Вот. И все это дело мы теперь переливаем в наши формочки. Насколько хватит, заполняем где-то по 2-3 формы, наверное. Потому что, чтобы оно там вдруг будет его выпирать. А его должно выпирать потом. Наши бисквиты будут где-то минут 10. Потом мы их проверяем. Потому что, опять же, очень мало... Очень маленькое количество. Тем временем, наша кашуля вот так почти не пригорела. И получилась кашей. Все. Добавляем сейчас сюда ложку меда. Бочку дегтя, точнее наоборот. Ложечку масла. Для тех, кто не любит масло, вообще будет шикарно. Для тех, кто не любит масло, вообще будет шикарно. И еще меньше калорий. Вот. Но... Я любит масло. Таким образом, наша кашуля готова. Петечку мы подключаем. Так. И вот прошли наши 10 минут. Смотрим, что там происходит. О-о-о! Что-то происходит. Горячо. Должно получаться так, чтобы с шпажки ничего не прилипало. Ставим еще смело на 5 минут. Температура 180. Еще... Еще 5 минут. В сумме 15 минут будет, я думаю, достаточно такое количество. В любом случае, проверяем шпажечкой. Тык, втыкиваем. Что-то прилипает. Значит, не готово. Если ничего не прилипает и не сырое... Шпа-спах. Блин. Шпажка. Шпажка. Короче. Деревяшка не мокрая, значит норм. Дальше у нас идет индекс в наш вкладках. Ой, точнее индекс в крошке чего-то нам? В крошке ореха индекс. И каша, ячмена и помидор. Помидор, понятно, ничего готовить не надо. Первым делом ставим кашу. Я уже отмерил себе, сколько надо мне каши. Все очень просто. Включили печку. Налили воды. Воды должно быть в 3 раза или в 4 раза больше, чем будет каши. Накрываем крышкой. Ждем, пока закипит вода. Тем временем, пока у нас кипит вода на кашу, мы берем пол яйца. Но пол яйца мы не возьмем. Пол яйца мы не возьмем, потому что... Я не знаю, как это пол яйца. Можно взять либо белок, либо желток. Вот пол яйца делить. Мы его взбиваем. Это будет кляр-панировка для нашего индюка. Сильно взбивать не надо, просто так. Рукой. Берем наш индюк. И режем его на такие пальцы. Ну вот как палец, вот такие пальцы. Можно чуть больше, можно чуть меньше. Вот что-то такое. Есть наш индюк. Да, еще у нас орех нужно превратить в крошку ореха. О, и вот спустя 15 минут получаются вот такие 3 кексика. Куда их нахер поставить теперь? Куда их нахер себе поставить? На пол поставить. Чтобы измельчить нам... Кого? Орех в крошку. Можно это делать вот так ножом. А можно взять, попробовать положить это все на листочек. Взять какую-то бутылку и... Либо так. Либо вот так. О, масло выходит. Вода. Наша вода закипела на кашу. Мы бросаем туда кашу. Чем-то мешаем. Мешаем ложкой. Делаем огонь чуть меньше. Можно немного подсолить. Либо уже подсолить в конце. Кому как, кому как. Панируем нашего индыка. Но перед этим нам его лучше бы еще предварительно посолить. Ух ты! Много перца. Теперь это дело мы делаем в муку. Затем в яйцо. И в наши орехи. После того, как мы запанировали наши индюшиные пальчики, просто отправляем их в духовку. Пускай жарится тоже минут 15, я думаю, им хватит. Так как мясо очень тоненько нарезано. Им должно хватить. Так, и тем временем наша каша. С кашей та же история. Кому не хватает воды, доливаем. Ничего страшного. Проверяется так же, как и все остальные каши. Хрустит. Хотя ящевая она такая, что и готовая уже хрустит. Все, 15 минут, наша каша-малаша готова. Вот, что-то такое. Кому надо, посолил сильнее. Кому не надо, не посолил. Меньше соли лучше. Совсем без соли тоже хорошо, но не каждый так умеет. Дальше будет наша леча с колбасками. Вот. Берем кастрюльку. По-просторней желательно. Берем наш лучок. Берем нашу кастрюльку налеча. Берем сюда масло. Раз. Два. Две крышечки. Берем лучок полукольцами. Перец. Берем. Берем. Продолжение следует... После того, как поджарился лук, мы бросили туда паприку. Паприка также жарится на масле, на тех остатках масла, которые там есть, минуты, не знаю, 3-4, немного. И заливаем дальше это все водой, таким количеством, чтобы покрылась наша паприка сверху. Все, что осталось нам к лечу, это почистить колбасу и порезать ее кубиком, как угодно. Можно поджарить ее на сковородочке, добавить чеснок, кому-то надо какие-то приправы в томатную, помидоры в собственном соку. Вот, и в принципе это будет все. И оно там будет тушиться минут 20, может меньше. Пока паприка не будет такая мягкая, но не разваренная в дребетке. Включили нашу сковородку и туда прям можно без масла, чтобы так оно поджарилось, слегка просто. Чеснок. Я чеснока люблю много. Поэтому у меня будет таких два зубка больших. Чеснок мы либо трем на терке, либо режем меленьким кубиком. Вот, я хочу себе меленьким кубиком. Поджаривается наша колбаса. Становится немного коричневатой. Впускает свой собственный, не знаю, там жир, сок, сало, что там есть, что напихали туда. По истечении минут 10 добавляем нашу колбасу. Добавляем наш чеснок. И даем нашу еще томатную, томат, помидоры в собственном соку. Перемешиваем и пусть оно еще минут, минут 10 тут так тушится, томится. Огонь можно делать такой умеренный. Накрыть крышкой. Оп, спустя 15 минут у нас получилось такое мясо. Наш индык. Сейчас мы его проверим, готов он или нет. Все, в середине красного нет, розового нет, сколько нет. А то 15 минут ему хватило с головой. Так, все, что нам осталось, это сварить суп с квашеных огурцов. Дорезать помидор и персик. И сварить кускус. С кускусом все очень просто. Он запаривается кипяточком, разваривается в 3 раза. Ну, точнее как, если вот у нас есть 30 грамм кускуса, нам надо долить еще 60 грамм воды. Вот, в сумме получится 90. Немного его подсаливаем. Все, накрываем его чем угодно. Фольгой, крышкой, все, что есть. Ставим на 5 минут. На суп с квашеных огурцов берем нужное количество воды. Включаем нашу печь. Берем картофель. Режем его небольшим кубиком. Берем наш огурец. И трем на терку, на крупную терку его беспощадно стираем. В конце наше лечо доводим до вкуса. Добавляем туда соль. Немного сахара, потому что были помидоры кислые. Вот, перец, можно какие-то травки, не знаю, там, все что угодно. Кому что нравится. Базилик сушеный какой-то, там, укроп. У меня это будет дополнительно укроп сушеный и просто перец черный, молотый. Ну, плюс соль и сахар, естественно. Все. Как наша вода закипела на огуречный наш квашеный суп, вот. Не обязательно ждать, пока там картошка сварится. Я добавляю туда еще сушеных овощей для вкуса. Грамм 5 немного, ну, короче. И, в принципе, туда же уже сразу можно отправлять наши огурцы. Также добавляем сахар, потому что огурцы кислые. И соль. Все. Остается нам порезать помидор, порезать персик. Суп с нашим, квашеного нашего огурца будет готов примерно, ну, минут за 10, наверное. То есть, самое главное там, чтобы он закипел, он закипит быстро. И чтобы сварилась картошка. Но картошка у нас сварена, нарезана мелко. Поэтому 10 минут, картошка готовая, протыкивается вилкой там. Или просто жуется нормально, ничего там не хрустит в руках, на зубах. Вот. Все, оно готовое. Довели до вкуса. Соль, перец, сахар. Кому как нравится, с сахаром сильно не шалим. Потому что сахар, сахар это хера калорий всяких. И это нам вообще не на руку. Вот. Ну и, в принципе, все. Дальше пакуется и съедается на следующий день. Второй день идет нормально. На весах пока особых изменений нет. Потому что весы колеблется. То минус один, то минус полкилограмма. Ну, короче, такое особо пока, я думаю, рано каких-то результатах говорить. Как уже говорил ранее, перехожу с 2000 на 1800 калорий. Будем пробовать. Потому что, ну, 2000 калорий реально много. Я не доедаю. А если я все съедаю, то как-то сильно, сильно полный живот. Вот. График такой же. Два с половиной, три часа между каждой... Между каждым приемом пищи. То есть, там, как хочется есть, в принципе. Смотрю, что главное было минимум два с половиной часа. Хочется есть. Пью воду. Сегодня два с половиной литра ушло легко. Осталось еще там 200 грамм. Ну, или что-то такое. Вот поэтому еще хватит напиться. Всем пока! Продолжение следует...